Здравствуйте! С вами Юлия Чернеева. Это универсальный формат на телеканале Самара ГИС. Всех приветствую! Всем желаю хорошего настроения, максимально позитивных эмоций. Ну и, как говорили, может быть, в советское время пришло время прильнуть к экранам наших телевизоров отчаянных любителей, но не скажу, что в виртуальной реальности, но тех, кто, может быть, так или иначе чуть-чуть побольше проводит времени около компьютера, чем обычные люди. Мир танков сегодня мы будем погружаться именно в него. World of Tanks — это та самая игра, которая нашумела, которая завлекла умы многих мужчин, миллионов людей, да и женщин. Что уж скрывать, иногда бывает так, что и целые семьи играют, пусть не кланами, но, по крайней мере, по отдельности. Ну, в общем, в нашей студии ивент-менеджер, один из разработчиков этой игры, Максим Крачев. Максим, здравствуйте! Юлия, привет! Очень интересная тема у нас в Самаре — турнир. Подготовка к нему действительно обширная. Заявлено какие-то удивительные сюрпризы от организаторов, от всех тех, кто там будет участвовать. Уже идут переписки в соцсетях, все готовятся и с группами поддержки приходить, с детьми, с женами и так далее. Вообще, мир танков, как ты туда попал и как вообще все это произошло в твоей жизни? Ой, мир танков я попал целенаправленно после окончания университета. Я знал, что я пойду работать только в эту компанию. Ну, естественно, в детстве, как любой парень, я проводил много времени в компьютерных клубах. Мама меня даже пару раз забирала, выгоняла и говорила, что игры тебя до хорошего не доведут. А спустя уже я три года в компании, мама говорит, привели тебя, игры, к хорошему. То есть иногда как бы все-таки хочется, если есть какая-то мечта, к ней стремиться? Конечно, надо обязательно к ней стремиться. Что это за люди вообще, вот эти самые разработчики, те, кто положил начало игре? Разработана игра была белорусской компанией нашей, компанией Wargaming, которая игре World of Tanks будет в этом году шесть лет, а компания Wargaming, она уже по старшему, очень скоро станет совершеннолетними. Вот у нас были игры до этого, но самый наш известный продукт это World of Tanks, основатель компании Виктор Кислый и еще четыре человека, они в далеком 2010 году придумали такую замечательную игру, когда все стремились к коркам, к эльфам, к чему-то такому фантазийному. Они сказали, давайте сделаем что-нибудь более мужское. И угадали. Ну и понятно, что просто так с чистого листа, с нуля это не начинается. Были какие-то консультанты, наверняка, были какие-то пробы, может быть ошибки, грабли, в конце концов, на которые наступали, же не все гладко шло? Да, у нас, естественно, были игры, связанные с военной тематикой, допустим, такая кооперация Багратион, то есть военная тематика фигурировала в нашей компании и все время, скажем так, подводила к тому, что будет что-то большое, масштабное, такое, как танки. Ну а в вашей компании, я так понимаю, все люди разного возраста, вы как-то дружите, общаетесь? Конечно, у нас огромная компания, у нас минские офисы, только больше двух тысяч сотрудников, а офисы у нас расположены по всему миру, на всех континентах, кроме Антарктиды, но черт не шутит, может быть, скоро и там с пингвинами будем общаться. Вдруг? Очень большая у нас компания, и самое главное у нас компания, это большая одна семья. То есть мы все общаемся не только на работе, но и вне работы, стараемся проводить побольше времени с коллегами. Но есть ли какие-то цифры, сколько же сейчас людей в мире играют в танки? В танках зарегистрировано более 140 миллионов пользователей. Ну и каждый день приблизительно, сколько человек может выходить? Примерно играют от 500 и выше тысяч. Понятно, я так понимаю, что большинство это мужчины все-таки. Да, все же наше ядро это мужское население. Ну а вот все-таки девушки, я не знаю, есть ли ведь наверняка слабый пол, который может задвинуть их? Слабый пол есть не только в игре, но и в компании у меня руководитель, наша замечательная Настя, ей это не мешает руководить нами и парнями, но и тоже девушки есть. Но все же девушки играют, да, приходят на турниры у нас, даже на турнирах, которые вот произойдет завтра, а у нас представлены зоны и для девушек, помимо того, что есть зона для танкистов, а дальше об этом подробно, у нас есть зона для девушек, девушки могут сделать себе макияж, прически, все это бесплатно. В стиле милитарии, я так понимаю? Да нет, я думаю, что в любом стиле, который захочется, чтобы можно было потом просто пойти домой красивой. А вопрос такой вот, часто подходит к тебе, узнав, что ты так или иначе относишься к этой структуре, к этой компании, и говорят, слушай, ну вот уберите это, ну вот это вот надоело уже, там, про эту артиллерию, как я сказала, да, ребятам нашим в компании, что придет человек из этой игры, спроси про артиллерию, ну достали уже, не могу, говорят, играть невозможно. Вот часто подходят с таким вопросом? Конечно, когда вот как только узнает, начиная, не знаю, летишь в самолете, сразу увидят логотип на маке, сразу говорят, мг, сваргейминга, что там будет и как, таксисты, просто знакомые спрашивают. Но вообще мы недавно коренным образом изменили подход к созданию нашей игры. Мы раньше прислушивались к мнению наших игроков, но сейчас, даже вот последнее обновление, 9.15, оно названо народным обновлением. Все изменения были внесены на основании пожеланий наших пользователей, игроков. Ох, там жаркие обсуждения зашла в вашу группу. Есть небольшая, так назовем это условно, проблема. Игроков очень много, и каждый хочет перетянуть одеяло на себя. Мы пропускаем мнение всех игроков через наше видение, потому что наши все-таки специалисты сильны в геймдеве, и исходя из этого, мы выпускаем обновление. Но все же остается наш игрок, это наш главный инвестор. То есть именно игрок определяет, куда будет двигаться проект в ту или иную сторону. Ну и давайте сейчас, может быть, для наших зрителей, небольшой такой смешной видеоролик с официального канала на Ютьюбе World of Tanks. Действительно, эти ролики цепляют, в них есть определенная доля юмора, и мне кажется, что сейчас как раз-таки мы посмотрим один из таких, и потом вернемся в студию. Дед, сколько у тебя боев? World of Tanks. Больше, чем игра. И он говорит, не пробил. Нет, ну как не пробил? Ну вот так вот, очень весело, с юмором ребята подходят к этому вопросу. Я так понимаю, что это главная цель, да, чтобы это не было какого-то такого вот исключительно компьютерного мира со своими какими-то пользователями, активно включенными, а чтобы потихонечку подтягивать каких-то новых, может быть, да, кто-то начинает с малого. Вот эти вот ролики, я так понимаю, на массовую аудиторию. Конечно, это, естественно, рассчитано для того, чтобы люди посмотрели, поняли, что наша игра покорна вне зависимости от социальных классов, кто кем работает, сколько зарабатывает. Нажимая кнопку бой, стираются все классовые социальные какие-то границы. На поле боя все равны. Говоря про ролики, компания часто снимает подобные ролики, я сам снимался в некоторых. То есть компания привлекает сотрудников для того, чтобы они участвовали в создании игры. Говоря о том, что World of Tanks — это больше, чем игра, помимо игр мы же занимаемся... Есть у нас такая инициатива, называется «Помним все». В рамках этой инициативы мы сотрудничаем с рождественными музеями по всему миру. Это более 20 музеев. Мы открываем компьютерные классы. Открыты у нас 4 класса на территории России. Это Прохоровка, Кубинка, Центральный музей вооруженных сил и Центральный музей Великой Отечественной войны. А целью всей этой программы является то, чтобы побудить в молодых людях интерес, чтобы они изучали историю, знали, кем добыта эта победа. То есть мы хотим показать, что игра — это всего лишь часть нашей жизни, а память — это очень важно. Я так понимаю, очень много разных конкурсов проходит всегда. Вот эти вот фан-арты, так называемые, люди снимают ролики, люди какие-то там мастер-классы, флеш-мобы организуют. Это уже такое целое движение, реально миллионы людей просто в него. В России включено. Ну, конечно, не только в России, на территории СНГ и по всему миру. Касаемо конкурсов, у нас в кабинете есть целый музей конкурсных работ. Когда компания исполнялась 15 лет, игроки начали нам присылать какие-то открытки, поздравления, и после этого возникла идея, почему бы не сделать музей, в котором мы будем хранить все послания от наших игроков. И так как часто у нас проводятся различные конкурсы, такие как шара танки, костюмы танков. Мой любимый — это костюм для животных. Я думала, любимый — это вкусный торт в виде танка. Ну, торты, они быстро не живут, они быстро съедаются. Компания все-таки большая. Очень много у нас конкурсных работ. Ребята подходят максимально творчески. Иногда каждый смотришь и думаешь, серьезно, вот это вот так вот возможно сделать? То есть ребята активно очень присылают нам такие работы. И когда гости приходят к нам в офис на экскурсию, мы обязательно им показываем такие работы. У нас есть, кстати, несколько фотографий. Давайте посмотрим. Максим прокомментирует, может быть, какие-то удивительные из них выбрала. Есть и из песка фотографии, присланные на какие-то конкурсы и так далее. Вот, пожалуй, я на это намекала. Я думала, что, может быть, вам часто приносят. Ну, приносят не так часто. Как хотелось бы, да? Да, хотелось бы. Но все же. Ну, вот видите, пожалуйста, какие-то велотанк. Да, у нас, кстати, стоит в офисе на первом этаже столовой у нас стоит настоящий танк МС-1, который сам заехал в офис. И возле него стоит велотанк, который прислал нам игрок. Но его там немножко повредили на границе, но это неважно. То есть, как бы, игроки присылают даже нам действительно объемная работа тяжелая, которая весит 30 килограмм и больше. Из песка, вот, пожалуйста. Это целые действительно какие-то работы ювелирные. Но мне кажется, вы такие вещи поощряете, да? Конечно, естественно. Игроки за то, что они присылают, занимают призовые места, не получают игровые мониторы, мышки, там, в общем, всю периферию. Почет и уважение, в конце концов. Потому что это действительно, как бы, показывает ту самую народную, мне кажется, уже любовь. И в любом случае, это действительно дорогого стоит, когда есть такое внимание. Ну, вот, кстати, проект, которым ты сказал, который называется «Сохраняем истории, помним все». Есть ли какие-то, может быть, в ближайшее время у нас в регионе, или, может быть, в ближайших городах, куда вы поедете с чемпионатами, какие-то такие вот мысли, заехать в музей и так далее, что-то вот так? Мы всегда стараемся посещать музеи. То есть мы сотрудничаем как с российским музеем, так и с музеями по всему миру. А ребята могли принимать участие у нас два года назад в реставрации техники. То есть под руководством опытных реставраторов. Мы собирали всех желающих, и ребята помогали счищать краску, то есть носили свою лепту в развитии истории, сохранении памятников. Также мы доставали танк КВ-1 со дна реки. Снимаются ролики, более 100 роликов. Также у нас есть виртуальные экскурсии, то, что сейчас популярно. Шесть роликов по танкам в формате 360 градусов. А ребята недавно презентовали ролик, называется «Война говорит на новом языке». Это ролик, в котором снимались три настоящих ветерана из Белоруссии, Англии и США. То есть три бывших танкиста. И рассказали при помощи современных технологий, это виртуальная реальность, которая нынче будоражит умы. Мы рассказали о том, что происходило во время войны. Ну а как, кстати, вот можно, какой вопрос ветеранов вы ведь рассказываете о своем проекте, о том, как это все происходит. Они вот поддерживают такие бои, пусть и виртуальные. Ведь не все играют на стороне, например, того же самого Советского Союза, еще кого-то. Выбирают стороны наших противников. Это, своего рода, такой очень тонкий момент. Вот они, как, может быть, прокомментировали такие? А ветеранов мы всегда приглашаем, стараемся пригласить их на наши мероприятия, подарить им памятный сувенир, потому что для ветеранов, в первую очередь, важно внимание. Они с удовольствием рассказывают истории. Допустим, у меня, я занимаюсь, помимо того, что организовываю мероприятие, мы занимаемся удаленными встречами с игроками. Игроки по своей собственной инициативе встречаются в разных городах, делают автопробеги, ездят на, допустим, на День Победы к ветеранам, поздравляют их. И это безумно ценно, когда игроки по собственной инициативе, когда, собственно говоря, им за это ничего, то есть это просто их личная инициатива, они не забывают историю. Ну, я так понимаю, все равно это, может, какие-то будут продолжаться образовательные моменты? Конечно. У нас грядет скоро очень большая дата, это столетие танков. К этой дате мы подготовили очень много акций и сюрпризов, которые, к сожалению, не могу рассказать. Эх! Но могу сказать, что закончится это все грандиозный будет парад в Лондоне, где выйдет на парад, выйдет Марк-1, это самый первый танк, который был. Вот посмотреть бы на это. Ну, а у нас есть еще один ролик, тоже из серии «Сколько у тебя боев». Они поистине набирают миллионы-миллионы просмотров в интернете, так что давайте и мы посмотрим, и вернемся в студию. Производственную линию мы запускаем уже во втором квартале этого года. И в случае выделения вами инвестиций, прибыль составит... составит... Рисов. Рисов, ты сейчас бежишь. Сколько у тебя боев? World of Tanks. Больше, чем игра. Арта не сбит! Арта сводится! Ну, действительно, это больше, чем игра, это, наверное, уже больше, чем что-либо. Это целый мир, в который влюблено, мне кажется, уже, вот как сказал наш гость Максим, миллионы людей по всему миру. Вопрос такой от наших режиссеров в эфир пришел. На кого же нужно учиться? Кем нужно быть, чтобы попасть в эти самые разработчики, попасть в эту команду мечты? Ну, чтобы попасть в разработчики, скажу, что все-таки надо учиться по специальности, быть IT-специалистом. Лично у меня образование, я переводчик английского, немецкого языка и также преподаватель английского языка и литературы. То есть эти знания помогают, так или иначе? Мне помогли больше, наверное, знания все-таки игры. То есть я с детства играл, я знал, я хотел этим заниматься. И как сказал наш замечательный Антон Панков, он говорит, после одного из мероприятий мы все собрались, он сказал, говорит, ребята, я очень рад, что наша работа, это больше, чем работа. Это не просто пришел как к станку на завод, отработал и ушел. Эта работа приносит нам удовольствие. Как только она перестает приносить удовольствие, это становится рутиной, которая надоедает. А скучать нам некогда. Временем, да, скучать некогда. И ненормированный рабочий день, так или иначе, все равно мы уже привыкли к этому. К тому, что постоянная включенность какая-то, постоянные переезды какие-то. Да, с переездами постоянно, самолет и уже научился спать, стоя и сидя в любом положении. Но главная цель нашей работы – это счастливые игроки. И после мероприятия, после нескольких месяцев подготовки, когда ты думаешь только про сон, видишь счастливые лица игроков, это самая главная награда, больше ничего не надо. Что же все-таки представляют собой турниры, которые вот по всей России в ближайшее время состоятся в Самаре в том числе? Про Самару говоря. Самар открывает, это первый город из целой серии турниров «Время танков». Дальше еще будут турниры в восьми городах, которые закончатся суперфиналом в Казани. Все наши турниры проходят традиционно в двух форматах. Это личный зачет, который происходит непосредственно на площадке, и турнир. Для того, чтобы попасть на турнир, команды подавали заявки. Допустим, в Самаре ребята подавали из города Самары, из Самарской области, Ульяновской области. Было подано более 20 заявок, и четыре команды прошли онлайн-отборочные. Сейчас они завтра встретятся у нас уже на мероприятии, между собой определяют, кто сильнейший. Все бои будут комментироваться. Наш профессиональный комментатор Сергей Вспышко-Карапетян, очень известный в танковом сообществе. То есть все будет официально. У нас будут кубки, медали победителям. Естественно, игроки получат награды. Это все, что им нужно. Опять же, игровые мониторы, наушники, клавиатуры, мышки. Игровое золото, да. Игровое золото, это то самое золото, которое... За которым все охотятся. Да, и думают, купить ли себе какую-нибудь вкусняшку или потратить премию на работе на то самое золото. Но для всех, кто придет, также будет огромное количество активности. Наш замечательный ведущий Андрей, родной с Камеди Радио, будет проводить викторины, конкурсы со сцены. Будет вовлечено максимальное количество людей. Говоря про личный засчет, все гости могут прийти и поиграть на пресс-аккаунте. Это специальный тип аккаунта, на котором есть вообще вся техника, которая представлена в игре. Но бои проходят просто в рандоме, так называемый. То есть с другими игроками. Как повезет. Да, да, да. То есть все находятся в абсолютно равных условиях. Игроки могут играть неограниченное количество раз, но, естественно, пройдя по живой очереди, чтобы все были в равных условиях. Мне кажется, будут ого-го какие очереди. Мы будем надеяться, что будут большие очереди. Потому что побороться есть за что. Будут также, опять же, игровые девайсы, клавиатуры, мышки, мониторы. И, опять же, то же самое игровое золото. То есть играть будут и взрослые, и дети. И для детей, кстати, у нас будет отдельная зона. Там будет аквагрим, аниматоры, которые будут развлекать детей. А, кстати, еще те, кто придет голодный, могут поесть потом солдатской каши, потому что турниры нам помогают проводить Министерство обороны Российской Федерации и командование Второй общевой войсковой армии. С ума сойти. Вот это вот подход, я понимаю, комплексный, что ни на есть. А говоря о киберспорте, как таковом, уже как бы все наверняка знаете, что он включен в официальный список таких вот видов спорта и будет проходить теперь очень много всяких мероприятий, каких-то соревнований под гидами Министерства спорта. И как раз таки ребята из «Мира танков» сделали такой вот интересный ролик. Похож он на ролик о фильмах из будущего, какой-то такой удивительной технологии, какие-то удивительные там есть картинки. Я предлагаю посмотреть, а потом вернуться в студию. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Субтитры делал DimaTorzok Сейчас все гонятся за виртуальной реальностью. На текущий момент, насколько мне известно, мы не планируем внедрять данные технологии, но это не означает, что мы не будем за ними следить и пытаться внедрять. Допустим, виртуальную реальность можно, как я уже говорил, посмотреть в роликах, которые, кстати, доступны везде в свободном доступе в интернете. Но пока что в игру нет, пока не планируется. Но киберспорт, это действительно жарко, это эмоции, потому что для многих ребят это их основная занятость, это, можно сказать, их работа. Потому что профессиональные спортсмены, это люди, которые тренируются по 5-8 и больше часов в день. У них есть менеджеры, у них есть аналитики, которые просматривают бои конкурентов, что это все серьезно. Это нельзя уже скрывать, это уже их становится основным заработком. Ну, кстати, если что, по танкам можно, мне кажется, в ближайшем будущем получить мастера спорта. Если что, если как бы будет это киберспортом, и мне кажется, это весьма почетно. Я думаю, что у киберспорта огромное будущее, потому что сейчас он набирает миллионы просмотров фанатов по всему миру. Что касается мастера спорта, пока что, я не знаю, будет это, не будет. Но если это будет, я думаю, что ребята, которые с детства играли, которые противостояли вечной борьбе родителей, детей, учебы, о том, что надо учиться. И когда он получит мастера спорта по World of Tanks, это будет довольно, мне кажется, родители будут горды ими. Ну да, сейчас вспоминается, да, начинали с чего, с каких-то танчиков в Дэнди, да, и заканчивая тем, что сейчас есть. Смотришь на эти ролики или смотришь сидящим, как бы рядом, играющим человеку там через плечо в монитор, и не можешь понять, это действительно выглядит очень круто. Вот кто у вас отвечает за графику? Насколько это все действительно вот на таком уровне? И вот нигде больше, может быть, такого в мире нет. Вот команда у нас, говорю, огромная, это работают профессионалы своего дела. Я как человек вообще не умеющий рисовать, ну как я умею рисовать, палка-палка, огуречек, вот и вышел человечек. Но то, что творят ребята, иногда просто не подается какому-то описанию. Они прорабатываются детали танков в мельчайших подробностях, то есть следы от пуль, любая деталь. А главное, что они стараются быть исторические соответствия. Так как у нас в игре танки не все существовали в реальности, некоторые были проектные, так называемые бумажные танки. Но проекты их действительно существовали, и наш исторический отдел копается в архивах, ищет новые танки, чтобы удивлять наших игроков. Ну вот, друзья, хотела бы вам показать еще масштабные фотографии с турниров, чемпионатов в разных городах. Я думаю, чтобы вы уже представляли себе, как это выглядит масштабно, потому что, я так понимаю, что уже начищены мышки, уже настроены мониторы, все там, я думаю, приготовленные, прохладительные напитки в том числе, и настроение участников, я так понимаю, команды болельщиков всегда стоят. Мешают ли они игрокам? Как вот этот момент? В основном, если говорить про личный зачет, то игроки обычно постараются подсказать. Но это зависит все-таки от человека, кому-то это мешает, кому-то это помогает, но в целом все проходит в очень дружелюбной атмосфере, потому что для нас очень важно, чтобы игроки общались не только во время игры, чтобы они были не противниками, а именно друзьями. А именно поэтому в этом году было принято решение не участвовать в выставке «Игромир», так как мы провели более 40 турниров и встреч в прошлом году, нас посетило более 100 тысяч человек, и мы поняли, что мы можем сделать свой собственный фестиваль, посвященный всем нашим играм, где люди смогут не только сражаться на полях виртуальных сражений, но и просто отдохнуть, пообщаться, познакомиться. Встретятся, ведь многие даже по нашей Самарской области играют, знают друг друга по никам, может быть, кто-то друг друга слышит, если используют там гарнитуры и так далее, а кто-то, может быть, даже впервые увидится. Это же тоже интересно. Конечно, ребята иногда, когда видят друг друга, они даже не понимают, что какой-то грозный нагибатор 2000, это может быть 12-летний парень. Или девушка. Да, или девушка, а в состав его клана, взвода, альянса, это могут быть мужчины лет за 40, занимающие серьезные позиции. То есть в игровом мире все границы стираются, все равные. И здорово, я иногда периодически вижу даже в социальных сетях, как говорится, хвастаются ребята, а порой и девчата этими вот скринами, что я заработал такой-то уровень, я заработал столько-то и так далее. Мне кажется, это вот и лайкают это все те, кто понимает. Допустим, кто-то может открыть и сказать, а что это за картинка там с какими-то данными, с какой-то статистикой. Вот видите, как это уже на самом деле захватывает. Ребята получают виртуальные медали. Многие даже смотрят на фотографии своих дедушек, прадедушек, видят настоящие медали, им хочется получить такие же, но виртуальные. Вот копят, как говорится, свою копилку. У меня вопрос. Вот в городах, значит, Самар, а потом какие еще города? Будет Пермь, Нижний Новгород, Уфа, то есть будет 8 городов. Финал каков и кто там встретится? К какому принципу будут выбираться эти суперкоманды? Суперфинал будет произойдет в Казани, это будет осенью, точно осенью, конкретно дату пока не могу сказать. Ну понятно, я все убью. Но победители региональных турниров, то есть те ребята, вот допустим, в Самаре у нас 4 команды вышло в финал, они завтра сражаются, решают, кто из них сильнейший, и победитель уже поедет в Казань. Один. Одна команда. Одна команда из 8 человек состоящая. То есть, грубо говоря, там 7-8 команд в финале встретятся. Да, 8 команд в финале встретятся. И что их ждет? Я понимаю, что бой не на жизнь, а на смерти, но а каков итог? Что они, может быть, получат? Может быть, это какая-то будет путевка, поездка? Ой, они получат замечательный призыв, правда. Не буду спойлерить, но ради этого стоит сражаться. А есть ли, допустим, такой совет, кто-то на нас сейчас смотрит и думает, раз это так круто, раз это так интересно, захватывающе, миллионы играют. Вот с чего начать? Ну вот нулевой человек, который в танках совсем не соображает и даже ни разу не видел. Вот с чего начать? Сказать по своему игровому опыту надо просто начинать. Просто играть, пытаться, можно смотреть гайды. Вот завтра будет на мероприятии наш Сережа Карапетян-Вспышка. У него целый ютуб-канал, на котором можно научиться, смотря его, можно научиться играть вообще, мне кажется, на любой технике. Но главное, опять же, это большой труд, чтобы стать профессионалом. Ребята действительно уделяют этому очень много времени. Это не просто игра понажимал, там, все продумано, рассчитано каждая секунда. Ну а по поводу все-таки работа, личная жизнь и танки. Часто ли кто-то там с кулаками бросается на вас? Какие-нибудь женщины, девушки говорят, ах, вы изменили мою жизнь, у меня муж тебя зависает. Я знаю, что есть люди, которые к нам относятся, к сожалению, негативно, но все же люди больше понимают, что это их личное время, они сами выбирают, как его провести. И все же, мне кажется, проведя время, там, может быть, 30 минут, час, два, кто больше, кто как играет в танках, это не самое худшее времяпровождение. Но все же я знаю, что есть люди, встречаются в боях, образовываются даже пары. Да-да-да, такое тоже я читала у вас в официальных группах. Есть те даже такие истории, что муж с женой играют в разных кланах или там друг против друга, и могли не разговаривать неделю, потому что что-то у них там в игре не сложилось. Но это все на уровне юмора. Мне кажется, не нужно к этому относиться настолько серьезно. Мне кажется, это все-таки игра, которая... Да, я все-таки считаю, что надо разбирать реальное и виртуальное. И все же, я думаю, что наши игроки хоть и сражаются на полях виртуальных сражений, но в жизни, я надеюсь, они будут уважать друг друга, дружить, общаться. Это вот, мне кажется, самая главная цель нашей работы. Знаешь, что реконструкции какие-то еще делаете? Да, реконструкции у нас периодически проходят, допустим, на линии Сталина, исторический комплекс. С 9 мая вот у нас была реконструкция на 3 июля День независимости Республики Беларусь. Мы помогаем данному комплексу, и они совместно с реконструкторами делают действительно превосходные вещи и смотрится все вживую. Но есть один момент, когда становится действительно немножко страшно от того, что когда ты это видишь, понимаешь, что 70 лет назад это происходило вживую. Но иногда из этого получаются действительно комические моменты, когда стоят барышни, смеются, и внезапно выстрел танк, и просто они не то что показывают, присаживаются и говорят, ого, вот это по-настоящему. Вот, это происходит обычно на салютах с чести 9 мая, когда грохает так, что страшно становится, и в такие моменты ты всегда думаешь, но вот представляете, 24 часа практически в таком режиме. Мне кажется, как не сойти с ума, это очень сложно, большая выдержка. Насчет юмора. В игре тоже хотелось бы, наверное, спросить, потому что очень много роликов забавных весьма выкладывают о том, как умереть смешно. Я знаю, если нас смотрят любители сейчас, поймут, о чем я говорю. Очень много всяческого творчества, демотиваторов и так далее, когда кто поймет, тот поймет. Вот есть ли, как я не знаю, какой-то тоже музей таких вот картинок или чего-то смешного в играх? Да, конечно. Кто за это отвечает? У нас есть целый ресурс, называется Wargag, где ребята выкидывают смешные фотографии, истории, рисунки, и мало того, что они просто выкидывают это все и веселят других игроков, за это они получают призы. То есть есть цель. Мотивация. Мотивация, да. Они получают, допустим, то же самое игровое золото регулярно. То есть смеша других игроков, можно еще и подзаработать внутриигровое имущество. Ну, конечно, жаркие обсуждения идут, потому что буквально там зайти перед эфиром в группу, я увидела, во-первых, говорится, спалила всех своих друзей, кто подписан, и так, кстати, там десятки-то людей, ребята, я всех вас увидела. И комментарии к записи, опубликованные, грубо говоря, несколько минут назад, переваливают уже за сотни. Как вы успеваете это все отслеживать? Кто отвечает у вас за социальные сети за эту обратную связь? У нас есть целый отдел, называется SMM Social Media. Вот. Ребята следят вообще за всеми возможными ВКонтакте, Инстаграм, Фейсбук, Одноклассники, Вайбер. У нас есть, допустим, Вайбер-чатик, где у нас на текущий момент там 176 тысяч подписчиков. Ну, подумаешь, написал кто-то один. Да, но нет, пишем только мы, сотрудники, потому что написал 176 тысяч, это был бы все-таки хаос. Ну, там мы просто в режиме лайф, мы сбрасываем ребятам до сих пор, вот мы прилетели, я вчера прилетел в Самару, фотографировал, показал все, прилетел, подскажите, куда сходить. У нас, кстати, много разработчиков из России, у нас известный в танковом сообществе Стас Вейдер, это человек, который, кстати, отвечает за баланс, он волжанин, то есть он местный. Вот так вот. Своя капелька нашей самарской, волжской, так это, интеллектуальной собственности присутствует, это очень интересно. Команда работает над проектом 24 часа в сутки, у нас есть ребята, это, допустим, игровая поддержка, они работают 24 часа в сутки, в две смены, они читают все сообщения ваши. Если вы думаете, что кто-то не читает, мы читаем все, пускай хорошее, плохое, но мы читаем все. То есть нам, для нас действительно очень важно мнение наших игроков. То же самое, сейчас запущен отдельный сервер Песочница, где мы стараемся исправить баланс. Для нас очень важен фидбэк наших игроков. Пожалуйста, пишите нам негатив, положительные эмоции, но главное, что все это красиво, конструктивно оформить, мы обязательно прочитаем. И этим самым вы поможете улучшить игру. А бывало такое, что действительно какой-то, не знаю, подсказка игрока, так скажем, влияла на всю игру и, допустим, помогал человек или группа людей? Я не знаю так, чтобы прям... Прямо точно, да? Прямо точно я не знаю, но я уверен, что наши игроки действительно очень много прислывают. Я уже говорю, обновление 9.15 названо народным, потому что все правки были взяты от наших игроков. Потому что это действительно важно. Для нас главная цель – это сделать игру, в которую хочется играть, в которой люди могут получать удовольствие. Как только ты перестаешь получать удовольствие, ты перестаешь играть. Соответственно, мы прислушиваемся. Очень забавно мне нравится наш Слава Макаров. Я сам долго задавался вопросом, почему назван сервер Песочница. Это сервер, в котором можно строить куличики из песка. Если что-то не понравилось, куличик снес, построил новый. То есть сейчас мы, можно так сказать, танки обретают новую жизнь. То есть мы стараемся сделать их максимально играбельными. То есть то, что будет действительно нравиться игрокам. Ну вот так, друзья, незаметно пролетели наше время, нашего эфира. Я думаю, что много чего нового услышали вы сегодня. Может быть, какие-то новые слова, новые для себя возможности. И я думаю, что не последний раз, я надеюсь, что чаще, чем раз в несколько лет, вы будете к нам приезжать с турнирами чемпионата. Мы будем стараться, с учетом того, что, как я говорил, мы занимаемся удаленными встречами. Игроки могут нам писать, сами организовывать встречи. Мы будем их поддерживать, по возможности будем приезжать. Может быть, не такой большой командой, но мы все-таки стараемся поддерживать и видеться с нашими игроками. Ну и если, как всегда говорится, есть какие-то вопросы, предложения, Максим сказал, что ради бога, присылайте, пишите, не думайте, что вас никто не слышит, не читает. Играйте, ну, по крайней мере, старайтесь побеждать. И то золото, которое зарабатывают участники, как говорят многие игроки, вот бы оно стало мировой валютой, да? Было бы весело. Ну, возможно, да. Вот так вот, друзья. Спасибо, Максим, вам большое. Удачи проведения чемпионата. Вам, друзья, хорошего настроения. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова